запомни сколиоз не болезнь всем привет меня зовут михаил я решил провести вебинар на тему выравнивания позвоночника в наше время очень редко встречаются люди с ровными спинами я в своей практике постоянно ровняю людей поскольку те кто приходит ко мне просто на тренировки обычно два из трех имеют как минимум первую степень кифоза либо сколиоза есть другие формы искривления позвоночника но суть всегда одна нужно просто выровнять спину и перед тем как выровнять спину я даже уже не спрашиваю нужно ли ему ровнять я не пугаю человека что у него там сколиоз кифоз я просто вшиваю в программу тренировок все необходимые упражнения он их делает и спина выравнивается сколиоз кифоз и другие формы искривленного позвоночника всегда родом из детства это значит что в детстве просто за вами не проследили не проконтролировали чтобы вы там сидели ровно чтобы выходили ровно и поэтому вы ушли со школы с первой либо второй степенью искривленного позвоночника потом на это забили и ничего не сделали и получается так что если у вас в 15 лет вторая степень то в 30 у вас уже четвертое и это не болезнь просто ваш позвоночник подстраиваться под то положение в котором вы чаще всего находитесь и по большому счету выровнять позвоночник не намного сложнее ниже его искривить и так вы поняли что у вас кривая спина вы приходите в больницу говорите врачу что у вас кривая спина что делать он смотрит там ставит вам диагноз скифоз сколиоз лордоз и тому подобные вещи вы смотрите на рентгеновский снимок вы видите свое текущее положение вы знаете в каком отделе у вас искривление вы читаете диагноз немножко обогащайтесь интеллектуально потому что таких слов вы раньше не знали и получаете железобетонную уверенность в том что теперь у вас страшная неизлечимая болезнь которая называется там сколиоз кифоз и так далее врач вам дарит уверенность в том что это неизлечимая болезнь и выходите с этой уверенностью наблюдая как вторая степень превращается в третью третья степень превращается в четвертую и вам кажется что нельзя уже ничего изменить на самом деле изменить можно все и это очень просто просто нужно понимать что кривая спина а вернее процесс выравнивания спины это не медицинская задача эта задача не для врача это задача для физкультурника врач может поставить вам правильный компетентный диагноз может сделать там рентген написать вам в каком отделе на сколько градусов искривления вот дальше если вы хотите выровнять спину вам нужно идти не к врачу а к физкультурнику которые будут делать вместе с вами упражнения конечно не к тому физкультурнику который у вас в школе преподавал физкультуру а к тому который нормальный специалист и который любит свою работу а врачи бессильны просто потому что это не их профиль поставьте себя на место врача вы сидите в себе в кабинете в больнице в которой нафиг никому ничего не нужно приходят постоянно унылые люди которые тоже ничего не хотят делать и к вам они приходят и И приходят, и приходят, и эта очередь не заканчивается. С дня в день, из года в год все одинаково. Приходит человек, смотрит на вас, как будто ты ему что-то должен. Ты должен ему выровнять спину, ты должен его исцелить. Он к тебе приходит, ты понимаешь, что он ни хрена не будет делать. Ну, ты ему скажешь, делай такие-то упражнения. Он не будет их делать, он придет через некоторое время, через несколько месяцев, пожалуется, скажет, что ему ничего не помогло. Врач это видит и думает, да пошло оно все в задницу вообще. Поэтому он говорит тебе, слушай, это такая страшная неизлечимая болезнь. Придешь через пару лет, мы тебе зафиксируем следующую степень, если будет, если не будет, то подтвердим ту, что уже есть. Вот и все. Выровнять спину на самом деле очень просто. И по сути механизм выравнивания спины объясняется на пальцах. Но нужно над собой работать каждый день. Если, к примеру, у вас первая-вторая степень, то это можно выровнять за 1-4 месяца. Ну, в среднем на скидку, конечно же, многое зависит от того, какой у вас возраст. Если у вас уже четвертая степень, то нужно настраиваться на пару лет плотной ежедневной работы. Если вам лень это все делать, если вы 2 дня поделаете какие-то упражнения, потом ничего не будете делать, ну, конечно же, результата, соответственно, тоже никакого не будет. Ну, а поскольку ленивых людей слишком много, никто не хочет решать свои проблемы ежедневным упорным трудом. Все хотят съесть какую-то таблеточку, хотят заплатить кому-то денег, пройти какие-то процедуры и чтобы проблема рассосалась сама собой. В данном случае такое не прокатит. Поэтому если вы ленивый, если вы не хотите работать, то проблема, соответственно, никуда не денется. Она будет только усугубляться из года в год. Если у вас уже есть сколиоз, либо кифоз, либо какая-то другая форма скрепленного позвоночника, приходите на мой вебинар, и я расскажу вам подробно, что, как делать, в какой последовательности. Если у вас ровная спина, что, кстати, бывает очень редко, обычно люди не подозревают, что у них кривая спина. Например, вот эта девочка не знала, что у нее сколиоз четвертой степени, ее родители не знали, но сделали снимок и поняли, что имеем сколиоз четвертой степени. Многие люди даже не подозревают о том, что у них большие, либо маленькие проблемы. Ну, скажем так, четвертую степень не заметить, это уже достаточно сложно, это бывает редко. Но очень часто люди не знают, что у них вторая, либо первая степень сколиоза и кифоза. И если это запустить до третьей, то тогда, конечно же, выравнивать спину придется намного дольше. Если учитывать еще возрастные нюансы, если вам уже далеко не 17 лет, и даже не 25, то тоже можно все выровнять, но на это просто нужно больше времени и труда. Поэтому даже если вы уверены, что у вас все классно, спина не болит, вы думаете, что она ровная, не будет лишним прийти на мой вебинар и понять, что нужно делать для профилактики и что нужно делать, если вы обнаружите, что у вас кривая спина. Особенно если у вас есть дети или если вы планируете размножаться, категорически рекомендую вам овладеть этими знаниями, поскольку сколиоз, кифоз и другие формы искривления позвоночника родом из детства. И если это не решить на корню, то потом будет очень много проблем из-за этого. К примеру, если у мальчика лет 16-17 обнаруживают сколиоз первой степени, он абсолютно здоров, как конь по всем параметрам, и, к примеру, он хочет служить в каких-то крутых спецподразделениях, ему уже говорят, все, парень, тебя уже не возьмут ни в летчики, ни в десантники, ни в спецназовцы, никуда. На самом деле сколиоз этот можно выровнять в этом возрасте буквально за месяц. Выровнять и никогда не вспомнить о нем, правда, конечно же, нужно потом контролировать свое поведение, потому что причина сколиоза в том, как вы себя ведете, в том, что вы постоянно привыкли ходить криво, косо, и, соответственно, позвоночник запоминает то положение, в котором вы чаще всего находитесь. Поэтому регистрируйтесь на мой вебинар, инструкция внизу, и вы будете знать, как не допустить сколиоза, кифоза и других форм искрепленного позвоночника, и также вы будете знать, как выровнять вашу спину, если она уже кривая.